но даты я и не буду спрашивать вы помните да даты нужны были для специфики вы должны были понять сам рост вы должны были понять вот эти маленькие этапы пути вы должны были понять что время шло это что начиналось она имела плод вот для чего были даты мы не можем ну как бы мы как как люди мы должны родиться правильно и потом мы достигаем определенного возраста совершеннолетия но каким образом знаю по датам мы знаем что в 16 лет мы получим паспорт 21 год мы будем призваны условно и не безусловно уже совершеннолетними уже в 14 видите я уже отстал от жизни ну ладно что делать кому-то надлежит расти мне умоляться хорошо хорошо начнем тогда на отец благослови нас на этом месте господь всех вместе и каждого в отдельности может дай нам просто понимание миссии и понимание вообще нашего предназначения призвания в твоем теле во имя и шо она и так я напомню что миссиология это совокупность наук о миссии миссионерской истории миссионерской мысли и миссионерских методов я специально повторяю это будет в тесте хорошо миссиология это совокупность наук о миссии миссионерской истории миссионерской мысли и миссионерских методах теперь страшное слово антропология это совокупность наук о миссиях миссиях как организациях до созданных людьми с определенной целью миссионерской истории то есть истории этих миссий миссионерской мысли то есть какую мысль родила это сама вот это движение и методах которые они используют я хочу сразу внести небольшую коррективу я вчера говорил о апостоле и бразилии до его фамилии до его называли апостока павел бразилии его фамилия я немножко ошибся не островский а гринсбург то есть соломон гринсбург островский это был немножко в другом это был уже израильский молодой человек который в израиле был гринсбург прошу прощения я ошибся нет это будет просто для вас просто если кто-то вас просит его скажет ну а что эти ваши евреи миссианские что они дали церкви вы скажите был парень по имени соломон гринсбург его называют апостол павел бразилии хорошо хорошо смотрите мы говорили об антропологии вчера и очень многих вначале испугало это слово вы помните я начинал вчера с молитвы а баруха таду на илхена малиха улам шахияна ваикиману вагихияну лазмана за и я не сказал в конце аминь я почему-то так ожидал вопроса почему где же аминь а вот если вы будете изучать культуру еврейского вообще еврейской молитвы и культуру еврейского народа вы будете знать что человек который читает молитву не говорит аминь в конце аминь говорите вы вы соглашаетесь с этим помните да писание говорит конкретно об этом что мы должны говорить аминь да да и аминь то есть и если я не понимаю как я могу сказать аминь а то что говорят поэтому очень важно очень важно знать культуру ну скажем не только важно это правильно будет я немножко конечно нагнетаю краски будет более правильно знать культуру знать историю нации которые ты несешь благую весть вот антропология она помогает помогает нам в этом вопросе смотрите мы вчера еще одно местописание помните их говорили 1 коринфянам 9 19 22 ибо будучи свободен от всех я всем поработился поработил себя даже больше приобрести для иудеев я был как иудей чтобы приобрести иудеев для подзаконных был как подзаконный чтобы приобрести подзаконных для чуждых закона как чуждый закона не будучи чуж закона перед богом но подзаконен христу чтобы приобрести чуждых закона для немощных был как немощный чтобы приобрести немощных для всех я сделался всем чтобы спасти по крайней мере некоторых и это вот этот вот это место писание можно назвать смело метод методы мессиологии методы почему потому что смотрите ибо для иудеев я был как иудей для элен для подзаконных как подзаконный для чуждых закона вроде бы и чуждых закона но не чуждые закона перед богом то есть это называется уподобление я уподобился тех тем кому я проповедую ну несу благую весть хорошо давайте мы вспомним вспомним историю да вы помните да что история это одно из важных таких направлений которую бояться не надо которую нужно любить и и вот согласно исторических историй мы можем увидеть что вообще сама проповедь самого евангелия она вида изменялась из от времени в ну да оно росло начале вы помните это было еврейская церковь это было скажем это было первоапостольская так называемым как мы называем первоапостольская община которые были евреи одни евреи а потом что произошло потом туда начали входить не евреи и возник возникла проблема могут ли не евреи принимать еврейского мессию и оставаться при этом не евреями то есть понятие культуры в понятие жизненного уклада потому что евреи они имели определенные рамки чтобы стать евреем нужно было соблюсти определенные какие-то критерии это было обрезание помните да и и вот был первый иерусалимский собор и было принято решение какое не налагать на них никаких таких серьезных бремя ну таких каких-нибудь обязательств ну прошло время и вот церковь не еврейская выросла конечном итоге она стала государственной религией понятно что в нее вошло язычество и появилась антиеврейская политика появилась теория двух заветов потом теория замещения которая начала говорить что из-за евреи до отвергли иисуса и теперь они проклятый народ и их существование только для чего чтобы подтвердить перед всем миром что вот это так будет с тем кто отвергнет господа и каждый еврей который приходил к теперь становился христианином то есть последователем еврейского мессии автоматически становился не евреем ну вот хочешь быть христианином значит ты уже не еврей понятно да такая ситуация и со временем и помните но во многих во многих вещах во многих вещах да уже конечно изменилась очень сильно ну скажем если мы сейчас сравним себя например даже с восемнадцатым веком то у нас гигантская такая ну приплёль ну гигантский шаг вперед но к сожалению теория замещения теория двух заветов она до сих пор осталась и калечит умы многих верующих но мы обидели очень интересный момент любые веру верующие христиане не евреи которые начинали изучать новый завет которые начинали изучать писание помните что происходило они начинали видеть израиль роль израиля и они начинали понимать что бог не оставил еврейский народ правильно и они начинали что делать они начинали искать возможности проповеди евангелия И теперь я хочу подойти к моменту, то что мы говорили, момент уподобления или антропологии. Почему? Потому что Павел и дал вот это направление. Для иудеев я стал как иудей, для подзаконных как подзаконный. И руководители этих миссий начали задумываться, почему работа миссий, вы помните, что такое миссия, я еще раз повторю, чтобы вы помнили. То есть это были группы людей, которые были, например, они принадлежали определенным церковным конфессиям, и они решили для себя, мы хотим служить евреям. Они организовывали такие братства, у которых была цель. Цель какая? Нести Евангелие погибающим овцам дома Израиля. Я хочу вам сказать, что сегодня, сегодня это очень важно и правильно, особенно для нас. Посмотрите, меня очень часто спрашивают, какая же цель еврейской миссианской общины? Какая? Точно. Еврейская уже говорит, что наша направленность уже сужена. У нас есть еврейская направляющая. У нас не китайская, японская, мировая миссия. У нас четко суженные рамки. Мы говорим, мы призваны к евреям, мы призваны к Израилю, мы призваны к погибающим овцам дома Израилева. Миссианская. Мы не просто несем им культуру, какую-то культуру. Мы не просто несем им социальную какую-то заботу, помощь. Мы несем им мессию, Машияха или Христа. То есть уже еще более сужаются рамочки, правильно, нашей цели. И кто мы? Община, Кехилат, церковь, семья. То есть мы должны стать семьей для этих людей. Мы должны быть вместе одной семьей. Вот это наше призвание, наша цель. Вот в чем дело. И когда мне начинают говорить, ну как же, а в чем же наша цель? Я говорю, подумайте. Так же самое произошло с людьми, которые занимались этими миссиями. Да, то, что они делали, уже для тех времен это был гигантский прорыв. Вы помните, да, маравские братья, которые молились за Израиль, потом они начали проповедовать в Амстердаме, потом начали появляться пиетисты на Великобритании, которые начали заботиться, которые начали проповедовать любовь к Израилю. Для тех времен это была гигантская победа, потому что вы помните, что были погромы, были наветы кровавые, когда евреев убивали, когда евреев грабили, просто деньги нужны. Мы отложили у евреев денег, а потом в конечном итоге выгнали их из страны, потом подождали, они заплатили нам денег, обратно впустили. И так до следующего раза. Это была история Испании. Это была история Испании, история Франции, это история даже Великобритании. Но наступил момент, я вам еще раз говорю, что они люди, которые начали эти еврейские миссии, и которые начали распространять мысль о том, что Израиль, он не оставлен Богом, и что Израиль имеет важную роль вообще в истории спасения человечества, они начали думать, что же мы можем сделать, чтобы достигнуть еврейский народ. И это местописание для многих из них стало именно отправной точкой. Смотрите, что они начали делать. Вы помните, что мы говорили уже о том, что литература, скажем, средние века, мы могли проповедовать Евангелие на каких языках? На церковных, принятых на латыни, старославянский, у каждого старокоптский язык. Кстати, я посмотрел, копты они проповедовали на старокоптском, поэтому тоже надо было учить язык. И понимаете, евреи в то время разговаривали на нескольких наречиях. Вы должны понять, что иврит это был религиозный язык. То же самое, как латынь, и то же самое, как греческий, или как старославянский. Но они говорили на идыше, это ашкенадские евреи, евреи Европы. И если это были евреи Средиземноморья, или евреи Пиренейского полуострова, африканского, то есть они говорили на ладину. То есть ладину это смесь иврита, испанского и местных наречий. А идыш это смесь немецкого, в основном немецкого, который был построен на еврейском, скажем, на еврейском, не то что алфавите, а вот именно построении слов. И получалось, что это были два языка, разговорных языка. И что начали делать эти организаторы этих еврейских миссий? Они начали делать очень простые вещи. Они начали переводить христианскую литературу и книги Нового Завета на идиш и на иврит. То есть и на ладину, то есть на языки, которые были понятны людям. То есть они поняли, что для кого-то, чтобы достичь кого-то, надо говорить на языке, понятным этим людям. И это приятно. Вы знаете, у меня есть тут на привозе один хороший дяденька. Я у него уже лет семь покупаю приправы. И каждый раз, когда я к нему прихожу, я ему говорю, салам алейкум. И он мне сразу, алейкум асалам. И он всегда мне даст самые лучшие приправы и больше, потому что он видит, я уважаю его. Я ценю этого человека. То есть ему уже приятно, что здесь с ним говорят на его языке. Поэтому он готов дать мне чуть-чуть больше чего-то и то, что я попрошу, а не чего он хочет. Чтобы, понимаете, чтобы наш контакт продолжился. Так же самое и здесь. Смотрите, следующий момент. Что они начали делать? Они начали привлекать к миссионерской работе евреев, христиан, евреев, уверовавших в Мессию. Потому что кто может достигнуть, кто может достигнуть свой народ, как не свои же. Понимаете? То есть, ну, например, если я приду, вот этот брат, который был, моравский брат, Люберкен, да, он был не еврей. И евреи уважали его за то, что он любит их культуру, он понимает их культуру, он читает, он читает книги на еврите. То есть для них это было очень приятно. Но был другой момент, когда один из них, из тех же людей, которые были в этой культуре, он становился христианином. И он мог уже понимать специфику работы. То есть он жил в этой среде. Он понимал, почему любит, почему не любит. Понимаете, да? Они начали привлекать к работе таких людей. Следующий момент. Они начали создавать общество. Не просто миссии. Ну, миссия это, ну, как бы вот, миссия. А это общество, то есть добровольное место, где могли евреи, верующие в миссию, они могли акклиматизироваться, они где могли прийти в порядок. Помните, да, что когда еврей становился верующим, что с ним происходило? Его просто исключали из общества Израиля. Его хоронили, скажем, живым. То есть он переставал существовать для родных. И вы представляете, что такое человеку оказаться вдруг никому не нужным, брошенным? Ну, все могли. Нет, он мог прийти и сказать, вы знаете, я ошибся, я отрекаюсь, я говорю, проклинаю Христа. Его могли, ну, там правда была целая тоже. За ним смотрели, действительно ли это так. Ему давали определенное время. А потом он как бы возвращался. И такое тоже бывало. Но вы должны понимать, что новая среда обитания немножко отличалась от того, что было. Понимаете, евреи жили в гетто. Они жили в замкнутых пространствах. Они были ограничены в определенных правах. Они были ограничены в определенных действиях. Им было нельзя делать то, что для многих было просто естественным. И когда они приходили в что-то новое, они не знали, как им акклиматизироваться. И тогда эти общества, они бы помогали этим людям войти, скажем, в жизнь. Ну, начать новую жизнь, так сказать. Смотрите, что еще начали они делать? Они начали создавать в крупных городах, в которых жило большое количество евреев, миссионерские центры для проповеди Евангелия и обучения новообращенных. Это миссии. Вот то, что мы говорили о миссии. Три момента миссии. Первое – это конкретное задание, которое выполняли. То есть человек шел с целью, с миссией. Второе – это организация. И третье – это то, что было древнее, непосредственно проповедь Евангелия неверующих. Помните. Тут главное помнить это. Смотрите, они создавали такие, ну, например, вот купили здание, как мы. Вот у нас есть здание, и у них была, например, библиотека, в которой могли собираться люди, чтобы с ними общаться. У них был зал для проведения богослужений, квартира, квартирка, в которой жил миссионер, понимаете. И была, например, столовая, в которой кормили бедных. И каждый еврей города знал, что он может прийти сюда и получить здесь помощь, если он уверовал во Христа, понимаете. И уверовавшие во Христа, они могли собираться, например, уже на богослужениях вместе. Понимаете, да? Это тоже был большой прорыв. Смотрите, они оказывали финансовую и медицинскую помощь неимущим. Вы должны понять, что в то время евреи были нищими. Да, были богатыми, были богослованы. Например, Ротшильды. Они были сказочно богатыми. Но были нищие евреи. И вот в Молдаванках, где мы сейчас живем, здесь жили нищие евреи, которые перебивались очень, ну, вообще. То есть это в одном доме, например, в комнате могло жить три семьи. И они, ну, это страшно. Если вы почитаете книги Шалом Аллахима, вы все поймете. То есть вы помните, мы рассказывали когда-то о черте оседлости, да? То есть в Российской империи был закон, в котором евреи могли жить в строго определенных местах, ограниченных законом. И они не могли выезжать с этих мест. Они не могли вести определенную работу. То есть они, ну, не могли работать на земле. И представьте, что такое в городе 40 сапожников и 30 портных. Понимаете? Итак, они помогали финансово и оказывали медицинскую помощь. Смотрите, очень интересный момент, что финансовая помощь оказывалась не всегда просто деньгами, как тому, что людей учили профессии. И когда мы будем говорить об Одессе, вот Леон Розенберг, да, тут конкретно была такая школа открыта при общине, в которых мальчиков учили профессии. То есть они могли стать столерами, плотниками, понимаете? То есть то, что им даст заработать на хлеб. Это было очень важно, потому что, опять же, вы помните, что они должны были, ну, они лишались поддержки еврейского мира. И христиане в основном-то их и не принимали, кто вы такие. Им приходилось зарабатывать свой хлеб своими руками. Итак, смотрите. И самое основное – это создание еврейских христианских общин. Сегодня мы говорим мессианских, да? От слова «мессия», «христос». Но в то время еврейские христианские общины – это было, ну, опять же, новшество, и это было, ну, нормально звучало. Сегодня некоторые мессианские верующие говорят, да нет, нет, мы не христиане, вы что? Послушайте. Это тот же «мессия», только с греческим названием. Еврейские христианские общины, в которых евреи могли исповедовать свою веру в еврейской идентичности. То есть, об этом сегодня мы и поговорим. Вот о том, что я сейчас вам перечислил, я буду раскрывать это. Но, смотрите, мы начнем саму эту историю с истории миссии Милдмей для евреев. Миссия Милдмей, запишите, миссия Милдмей для евреев. Миссия Милдмей для евреев, она была создана в 1876 году преподобным Джоном Уилкинсоном. Преподобным – это, то есть, священник, чтобы вы поняли. Перед тем, как создать Джон Уилкинсон, перед тем, как создать эту миссию, он четверть века служил в британском обществе по распространению Евангелия среди евреев. То есть, это не так важно, просто вы должны понимать, в чем дело, почему он начал эту миссию. Дело в том, что каждая миссия, она… Знаете, что такое слово политика, да? Вот, например, если вы, например, принадлежите определенной конфессии, и вы создаете миссию при этой, ну, как бы, при этой церкви, то ваша миссия порой руководствуется праговыми, которые есть в вашей церкви. Ну, например, если… Вы знаете, например, про католических миссианских евреев? Не знаете, да? Но их в мире более 40 тысяч сейчас насчитывается на сегодняшний день. То есть, Матереза не была еврейкой, Матереза была сербкой. А, да, она была миссионеркой, она основательница Ордена Милосердия, которая помогала умирать в Индии самым низшим кастом, и сразу же проповедовали им Евангелие. То есть, они даже не проповедовали, просто люди, видя их доброту, они приходили ко Христу. И сама идея в том, что, например, католическая церковь, она имеет определенные формы. Если миссия создана при католической церкви, да? Да, проповедуются евреям, но евреев вводили в ООНа какого? Католицизма. Но Джон Уилкинсон решил для себя, что он не хочет, чтобы евреи становились, потому что это британское общество по распространению Евангелия среди евреев. Это была англиканская церковь. Нет, англиканская. Это немножко другая. И получается, он создал независимую миссию, в которой он хотел воплотить то, что он видел, читая Писание. Понимаете, да? Ну, мы пойдем другим путем, скажем. Смотрите. Это общество было независимо, например, от чего проблема. Вот, например, мы создали, вот, например, вот нас четыре человека, пять. Мы создали это общество. У нас есть совет. И если что-то не так, совет говорит, так, мне не нравится, иди отсюда. Мы хотим, чтобы было вот так. Во главе этого общества стоял сам Уилкинсон, и поэтому он мог регулировать вопросы на месте, то есть без каких-то внешних указаний, без указаний церковной политики. Это очень важно, потому что это гибкость, понимаете? Гибко. И мы поймем, почему дальше. Смотрите, главный девиз, основной девиз миссии был для евреев, да, вот этот, что, ибо слово о кресте, да, есть сила Божья, как спасению, да, это место Писания, во-первых, Иудею, а потом Эллину. И смотрите, ну, я не буду, не то, что это интересно, ну, мне во всяком случае интересно. Смотрите, что они находились, их штаб-квартира вообще находилась в Вист-Лондоне, на Филиппот-стрит, то есть, и у них был свой, свой большое здание. То есть, это здание было очень, чем привлекательно, потому что в этом здании еще был госпиталь. Они оказывали медицинскую помощь бедным, не мучшим евреям. Понимаете, да? Я понимаю, что, может, немножко нудно, но вы должны понять, что это важно, важно увидеть сегодня. Потому что наше, основном, порой наше служение еврейскому народу, ну, как бы проповедь Евангелия заключается в том, мы начинаем говорить, Иисус есть, Христос есть в Мошеях, да, и все, и ты должен уверовать, потому что Писание так говорит. Они же понимали, что слово должно подкрепляться делом, да. Помните, Иисус посадил вначале на траву, к нему пришли люди, он их накормил, а потом начал проповедовать. Помните, да? То есть, он увидел нужду людей, он покрыл их нужду и начал говорить слово. И они увидели в нем то, что они искали. То же самое происходило здесь. Людям оказывали помощь не для того, чтобы они, знаете, приручить их. Людям оказывали помощь, потому что они в ней нуждались. И после этого проповедовалось Евангелие. И даже другое Евангелие проповедовалось уже тогда, когда люди приходили к ним, потому что они знали, кто они такие. Понимаете, да? Я иду к верующим евреям. Неверующим евреям. И они отличаются от меня только тем, что они верят в Мошеяха Израиля. Понимаете? Смотрите. Мы должны понять, что мы должны увидеть, опять же, историю тех дней. И мы уже касались России, да, Российской империи. Украина входила в то время в состав Российской империи. Польша входила в состав Российской империи. Часть Молдавии входила в состав Российской империи. И там, вот именно на этой территории было засилье православной государственной церкви, которая запрещала прямую проповедь Евангелия. То есть сами как бы могли проповедовать, например, проповедовали якутам, проповедовали разным малым народам, ну понимаете, да? А вот проповедовать в стране нельзя было другим. И там был просто некоторый момент, это лютеранская церковь и англиканская церковь, потому что когда присоединили Польшу и Прибалтику, там были уже лютеране и англикане. И поэтому им дали возможность проповедовать. Но за то, что вы обращали, например, человека из православия, например, лютеранства, вас могли сослать на каторгу. То есть вы понимаете, это было очень серьезно. И, например, чтобы получить крещение, надо было обращаться в Министерство внутренних дел. И министр внутренних дел рассматривал и давал разрешение, можно ли крестить или нельзя крестить. То есть, например, у нас есть документы, у меня есть документы, я их тоже потом вам коснемся их. И вот Петр Городич, который в дальнейшем станет очень известным миссионером, великим, я не побоюсь этого слова, великим, потому что он действительно сделал гигантскую работу на еврейской христианской миссии, в миссии. То Леон Розенберг конкретно подавал прошение о крещении и разрешили. И так написано, что было дано разрешение крестить Лейба, который потом стал Петром Городище, по баптистскому обряду. То есть, но если вы это делали без разрешения, вас сажали в тюрьму. То есть, прямая проповедь Евангелия была запрещена. И, конечно, Уилкинсон молился Богу и искал возможности проповедовать евреям здесь, на этой территории. И эта помощь пришла с неожиданного угла. Кто слышал про Лорда Редстока? Это был такой человек, который, еще был такой лорд Уваров, которые входили в высшие слоя, приближенные к императору. И они обратились к Господу. Очень сильно обратились. То есть, они стали, как мы называем, новыми верующими. И они очень сильно горели, горели страстью по Библии. И вы помните, в каком году произошел синодальный перевод, когда у нас был? 1800. Откройте вашу Библию и посмотрите. Я понял, у вас у всех уже электронные Библии. В 1863 году был сделан синодальный перевод. И тогда же было основано русское библейское общество. И это библейское общество давало возможность людям распространять Библию. То есть, я мог обратиться и сказать, вы знаете, я хочу вот Библию продавать людям. Ну, вот хочу продавать Библию или библейские книги. И тогда мне давали разрешение на это дело. Что начали делать? Что начал делать эта миссия Милдмей? Я зачитываю. Я цитирую Джона Уилкинсона. Мы открыли депо. Депо – это как бы здание, магазин в городе Вильню 29 марта 1888 года. Толпы евреев всех классов приходили за книгами. Так что к 7 апреля 1250 экземпляров были распроданы. То есть, вы должны понять, они не дарили. Помните, у нас, когда Советский Союз пал, там приезжали миссионеры, и они раздавали библии пачками, ящиками. То есть, они продавали эти библии, и люди раскупали их. Вы должны понять, какая была жажда у людей к Слову Божьему. Они были готовы заплатить, чтобы получить эту книгу. Смотрите дальше. В тот же год подобный магазин был открыт в городе Минске. И там тоже происходила такая же ситуация. Просто люди, евреи раскупали Новые Заветы. То есть, вы должны понять, что это было идыш и еврит. Понимаете, да? И у нас есть согласие местного губернатора, чтобы эта работа продолжалась. Это он пишет. И по состоянию 1901 год, миссия Мелдмей уже имела 4 магазина. В Варшаве, в Одессе, в Вильню и в Минске. То есть, вы понимаете, что они делали? Делали они очень интересно. Я уже когда-то рассказывал, история была простая. Проповедовать напрямую нельзя, правильно? Невозможно. Но если человек покупал у меня книгу и спрашивал, что в ней написано, я мог ему это рассказать. А что это за книга? Ну, это книга о Христе. О, а кто такой Христос? А он такой. И когда приходили и спрашивали, а что это вы делаете? А мы ничего, мы просто рассказываем, что написано в этой книге. Мы уже не проповедуем. Понимаете? Это было очень умным, как бы сделано очень интересно. Потому что, ну, это была мудрость. Знаете, вот как мы должны просить у Бога мудрость. И вот сегодня, вот как мы сегодня можем использовать в нашей жизни такую вещь? Мы можем думать, мы можем спрашивать у Господа, чтобы Он давал нам возможность достигать еврейский народ. Каким образом? Миссия Меудмей придумала такое. Мы можем придумать что-то другое. Понимаете? То есть я не даю вам сейчас рецепты. Но вы должны понять, что если мы хотим что-то сделать, мы всегда найдем возможность это сделать. Если у нас есть цель достигнуть еврейский народ, мы будем искать возможности его достигнуть. Проводить еврейские концерты. Почему и нет? Мы проведем еврейский концерт, пригласим людей. Мы будем с ними общаться, мы познакомимся, мы пригласим их на второй. Мы сделаем это постоянным действием. И тогда люди будут говорить, почему они это делают. У нас начнутся личные отношения. И на личных отношениях мы можем проповедовать, так или нет. Понимаете? Или у меня был другой случай. Я молился, я была одна, мы проводили тоже такие концерты. И я все время говорил, ну там была одна женщина, она в конечном итоге приняла водное погружение. Я говорил, я буду молиться. Она приходила, говорит, ой, мне так плохо, нога болит, голова болит. Я помолюсь за тебя. Я молился и говорил, во имя Ишоа, Мессии, Израиля. Два года прошло. В конечном итоге она уверовала. Но вы понимаете, ну все началось с того, что мы просто проводили концерты, делали спектакли. Мы начинали близкие отношения, знакомства. Потому что если я сейчас евреев начну приглашать на христианский концерт, они никогда не придут. Потому что вы помните, да? Еврей, который принимает Христа, перестает быть евреем. И это впиталось в крови. Это стало догмой. Понимаете? Посмотрите, я вам просто прочитаю, какие были дальше замыслы. Разрешения были направлены на открытие аналогичных магазинов в Бердичеве, Житомире, Казятине, а также в Полтаве, Вильно. Ну, Вильно уже было открыто. И в Полтаве. То есть любые города, где было более 10 тысяч евреев, туда стремились эти люди, чтобы открыть похожие магазины. И мы еще об них поговорим дальше. Но послушайте, я вам просто прочитаю количество распространенных новых заветов. Смотрите, за это время, с 1887 год по 1901 год, они распространили более 1 миллиона 127 тысяч 786 новых заветов. Вы представьте себе сумму. Ну, вот какая цифра. Это была не только наша территория. Это была Польша, это была Австро-Венгрия, это были Великобритания, это была Франция, это были Ближний Восток. Но сумма, сама цифра, миллион тысяча двадцать семь семьсот восемьдесят шесть. И многие люди, которые брали эту книгу в руки, никогда в жизни не держали Новый Завет в руках. Почему? Потому что в еврейской среде чтение Нового Завета было запрещено. И если ловили евреев, читающих Новый Завет, их могли запросто отлучить от синагоги и от общества Израиля. Поэтому люди, которые читали эту книгу, действительно искали истину. Понимаете, да? Смотрите, у нас есть пять минут, может у вас есть вопросы. Четыре минуты у нас есть. Может, есть вопросы. То есть я понял, что вопросов нет. У вопросов нет вопросов. У матросов пулемет. Хорошо. В 1905 году миссия Меудмей евреям проводила работу в Варшаве, Минске, Одессе, Люблине. И ждали открытия подобного магазина в Праге. Прага – это не город Чехословакии, это пригород Варшавы. Если вы знаете, правая сторона Варшавы называется Прага. И она сообщала о восьми миссионерах, которые участвуют в этой работе. И они все были еврейские верующие. Фамилия – Неломе из Альцбург в Вильно, Вивинский и Джофф в Варшаве, Рудольф Герман Гурланд и Леон Розенберг в Одессе, Мейерсон в Минске и Сайберштейн в Люблине. То есть, смотрите, я уже могу вам сказать, вот семь верующих, и каждый из них – это уникальные имена. С каждым из них связаны очень много интересных историй. Я вам зачитаю, еще есть две минуты, письмо пастора Рудольфа Гурланда, которое он отправил губернатору. Помните, если человек хотел открыть такой магазин, он писал губернатору, они писали в Министерство внутренних дел и получали разрешение. Его превосходительство господину одесскому градоначальнику, от проживающего в Одессе по Спиридоновской улице в доме номер 7, бывшего проповедника Митавской церкви Святой Троицы Рудольфа Германа Гурланда, состоящего членом общества по распространению священных писаний в России. То есть то, помните, да, то общество, которое было основано вот этими людьми из высшего света, благодаря которым был составлен перевод Библии на уже современный язык. «Желаю открыть в Одессе при квартире моей на Спиридоновской улице в доме номер 7 книжный магазин, исключительно для продажи книг Ветхого и Нового Завета на всех европейских языках, а также на еврейском языке. Имею честь покорнейше просить ваше превосходительство о выдаче мне надлежащего разрешения. Пастор Рудольф Герман Гурланда». Улица Спиридоновская, 7. На этом месте стоял и стоит до сих пор магазин, в котором размещался этот книжный магазин, который назывался «Склад библейских книг». Он сегодня стоит, этот дом. И на первом этаже там магазин, просто продуктовый, а рядом адвокатская контора. Вот там, где была адвокатская контора, там и был этот магазин. Есть фотографии, где они стоят, Гурланд и Розенберг стоят возле этого магазина. И смотрите, что там было. В витрине, там получается дверь и с двух сторон витрина. Получается, в витрине лежала огромная открытая Библия. Вот так открытая Библия. С подчеркнутой на ней местами Писания. А вокруг была разложена другая духовная литература. А над ней надпись на идыш, объясняющая характер выставленного материала. То есть, понимаете, люди подходили читать, все евреи умеют, а там все написано. И проповедовать не надо. Все написано. Подчеркнутые места менялись каждый день, и проходящие мимо евреи время от времени останавливались, чтобы их почитать. Такое вношество привлекло внимание многих. Однажды один еврей остановился у витрины и начал читать новозаветную историю от Закхея. Еврей, который хотел увидеть Ешуа. Прохожий еврей, он так читал, заинтересовался этим местом Писания, что ему просто, ну, как бы, вот, понимаете, там читает, а конец истории на другой странице. Он заходит в магазин и просит, переверните страницу, хочу узнать, что было дальше. Ему дали Новый Завет, он прочитал, заплатил и ушел. Понимаете, да? То есть, а если бы он за ним белое присел, ну, купи, ну, купи Новый Завет. То есть, они увлекали людей, понимаете? И вот сегодня, что мы можем сделать? Мы должны увлечь евреев их же наследием. Новый Завет, это еврейская книга. И нам нужно подумать метод, как это сделать. Хорошо? И у нас перерыв, и мы сейчас будем отдыхать целых 15 минут. Спасибо. Рудольф Герман Гурланд Рудольф Герман Гурланд Рудольф Герман Гурланд